Мы не перед вами выступаем, мы с вами выступаем, вместе. Мы поем Богу. Поэтому мы полностью концентрируемся на той форме Бога, которая нам наиболее близка, на том гуру, которым свел нас Господь. Вот. И наслаждаемся блаженством, которое проявляется во время пения Гиртона. Гиртон — это духовная практика, на самом деле. Очень приятная духовная практика. Она приводит к устукарению ума. Гиртон означает громко что-то произносить, воспевать. Примерно на такое же значение и у слова «батчо». Слова очень простые будут. И, возможно, перед каждой рожесной песней, перед каждым Гиртоном, я буду говорить кратко о чем мы будем петь, кому посвящается и так далее. Если у вас впервые, например, на Гиртоне, и вы можете просто, если вы верите в Бога или вы верите в высший разум, вы просто направляете свое внимание на то, что вы считаете высшим разумом, на то, кого вы принимаете за Господа. И все остальное сделает именно повторение божественных имен и само пение. Заметите, что ваш ум начинает останавливаться, когда повторяются божественные имена. В этом цель Гиртона. То есть вы перестаете оценивать друг друга, оценивать самих себя, оценивать поющих и так далее. Вы просто погружаетесь все глубже и глубже в воспевание. погружаетесь туда, где ум перестает диктовать свою какую-то линию, где ум молчит. И вот этот покой ума, он приносит вам удовлетворенность, самодостаточность и спокойствие. А это очень ценно. То есть вы начинаете чувствовать, что вы счастливы, что вам ничего не нужно для счастья больше. Что, когда вот ум исчезает, и когда Господь приходит, ум исчезает, то вы становитесь недостаточными. Вы становитесь едины с тем, кому вы поете. Потому что этот высший разум, этот Господь, он вездесущий. Он пребывает сейчас в вас, в данный момент, в каждом. Мы просто завесу ума во время Киртона отодвигаем и видим, что Господь внутри вас сияет. И что вы и есть это сияние. Мы начнем с трехкратного ом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Землю, тонкий план, астральный план, и высший план, сварковый. И в этой мантре Господь призывает нас медитировать на сияющего Господа. Вот тут есть строчки с совету вареньем, это на самом деле означает сияющий Вишну. Савитура, это как божество солнца, вот имеется в виду именно сияние, словно сияющее солнце. И пусть наш разум медитирует на это сияние и рассеивает всю тьму нашего невежества. Это царская мантра, и обычно, если вы боитесь ее, например, днем, и тучи засилают в небо, то очень часто случается так, если вы искренне поете, что эти тучи расходятся, и яркое солнце начинает светить. Вот это многократно было. Если вечером вы поете или ночью, то это сияние вы начинаете чувствовать и видеть внутри себя. Вот открывая глаза, вы начинаете видеть внутри своего сердца, в третьем глазу, вы начинаете видеть это сияние, все как солнце. И оно рассеивает всю нашу суету, все наши эмоции, мысли, воспоминания, фантазии. Все это улетучивается. И остается только момент сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok